Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. Небольшое предисловие. Если вы вообще не помните, о чем же этот суд, то я внизу в описании оставлю две ссылочки на два ролика, где довольно подробно рассказывается о том, что произошло. Посмотрите их, и тогда вам все будет понятно, о чем же этот суд. Коротко о самом суде. Ну и в первую очередь о фигурантах. Судья мне понравился. Судья очень четкий, корректный, хорошо, правильно моделировал весь процесс. Ну как бы, дай бог, чтобы так и дальше было. По поводу прокурора. Прокурор, по моему собственному мнению, был как-то не очень убедителен. Но опять, может мне так показалось. Ну пусть он не переживает. Может он переживает за то, что там люди пришли, внимание общественности к этому процессу. Пусть не переживает. Внимание общественности, в общем-то, на его стороне. И никто ему там не будет мешать что-то делать и т.д. и т.п. И по поводу обвиняемых. Трое у нас обвиняемых. Ковадло, Дмитриченко и Гаевой. Гаевой это слева парень сидит, самый молодой. Ему, я так понимаю, больше всех не повезло, потому что руководство решило его подключить к вот этим вот двум старым волкам. Которые, я так понимаю, ну я так себе подразумеваю, что они там в большей степени виноваты. А этому просто не повезло оказаться вместе с ними в одном экипаже. И он пошел вместе с ними под одну гребенку. И самое интересное, там будет речь Ковадло. Прокурор будет просить суд продлить меру пресечения. И Ковадло будет рассказывать как бы свои измышления по этому поводу. И вы услышите, что уже не такой он дерзкий. Ну и даже дерзость понятна. Погонов нет, дерзость пропала. Но вот уверенности в голосе ноль. Все, сдулся оба. И еще, Вова там очень сильно переживал за свои персональные данные. В частности, за место своего проживания. Чтобы его никто там не нашел. И там чего-то ему не сделал. Ну, во-первых, Вова, ты, пожалуйста, не переживай, не бойся. Вот лично я твои персональные данные, а именно место твоего жительства, никуда публиковать не буду. Я их затру. Я не хочу, чтобы тебя кто-то искал. Не хочу, чтобы тебя кто-то бил. Я хочу, чтобы ты ответил за свои поступки по закону. И не только по этому суду. Там же есть еще деловок. Так что тебе, я думаю, хватит еще и других судов. Кроме этого. Адрес твой знает суд. Адрес твой знает прокурор. Следователь. Я думаю, они тебя найдут, если необходимо будет тебя доставить в суд. А людям, ну, зачем им это знать. И... Да, в принципе, я думаю, если бы кто-то захотел тебя найти, тебя бы уже нашли. Но у людей, видимо, немножко больше мозгов в голове. И они просто не хотят делать то, что ты делал. Да, ты беспределил. Люди не хотят беспредела. Люди хотят, чтобы все было по закону. Все. Дальше суд. Дальше суд. Дальше суд. Дальше суд. заяву про укладывание возведомства, оскольку они заняты в других судовых заседаниях. Кроме того, от записника Грешко, який заключает интересы обвиняющего права, надежда также заяву принесения его справа, оскольку они заняты в нескольких аудио для фиксации здесь у моего системы АКО. Как? Как? Сейчас этот процесс отправляется в памятниковой подвески. А ты его подвергал? Да. Двенчик вот такой. Нет. 50 или выше? Выше 50. Познайомлась, а все зарегулировали? Аааа... Был вакуум. Так может, да. А все зарегулировали? Прокорова, но вакуум слезает? Да. Иду я. Положен склад суду, справа воздействия с предполаганием суди, роздата, предполаганием судей Родюка, за очередной секретарем Комиентом. Прокурор, выводы имеете? Вводы самая, выводы не имею. Сторонавто таки, выводы имеете складывание с предполаганием? Нет. Нет. А вы мы бачили? Не нашли. Не нашли. Закость. Не имею. Вот это. Уже. Какие условия, что было проведено на секретарем судового заслуживания? Продолжение следует... 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 Ковадло. Оскільки обраний в начале судового расследования останньому запобіженому листі допущена вписка, оскільки запобіженому запобіженому листі допущена вписка, оскільки запобіженому здато до вигляді особисто зобов'язання обранийшим обмінуваченому саме Гайовому та Дмитриченку вони зігнували слідчого судді 9.20.10.2019 року. Той бом водопущен? Да. А приїзді 3 бом водопущен? Той біляді обмінування А. Наступне цим долучаю до матері судових справок копій відповідних ухвал слідчих суддів. Так, мабуть зберіженому виправі зберіженому 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 так, мабуть зберіженому зберіженому Продолжение следует... 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 Вдруг там домашняя адреса в постанове про примусовый кризис вказана в Козыринского 5, квартирах 53, где я вообще не проживаю, никогда не проживу. А за какой ведет себя проживаю? Ваша честь, видеоразъемка ведется, и в моем собственном состоянии будут выкладены наружу Ютуб. Я бы не хотел бы назвать свою домашнюю адресу, за которую я проживаю. Что значит хотели? Ну, у нас есть ответы, чтобы было заседание, и все обязательно установить это особо. Для того же пара, сколько вы видите, это касается, за поддельный закон. Не нужно. Я, так и думаю, за свою особистую достатку, за достатку своей сестрею. Так, как в комментариях, это не видео, не одноразово звучали поврозы с физической расправой. Но вы, наверное, не возвращались? Про это не новозлово поведомлялось. Включили. Какие результаты вашего заявления? Ни-як. 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 А чем теперь, чтобы обратиться? Это может подтвердить меня адвокат. Для школы. Ни-як. 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 Фантазер. Ни-як. 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 Прокурор, прошу продовжити опинуваченному кавалду Володимиру Олександровичу. Пораженці селу Львичники казались про район Култанской області. Так. Зайвство... ...на 2 месяці сроку. Ди-як. ...домашний валеж. ...заборонно залишити місць. Наразі залишити адресу? Яких відношень має цей адресу? Яких відношен шляху тією адресу, якщо було озвучено і задлачено по питання про фора? Ви маєте відношені? Найбільші. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok